12 апреля волейболистки АМИ выполнили нормативы комплекса ГТО. Тестирование было организовано в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Конева. ГТО это сейчас актуальная тема, расшифровывается как готов к труду и обороне, надо быть готовым. Мы активно всей командой участвуем и пытаемся подавать пример. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник пришел поддержать волейболисток. Мотивация, наверное, один из самых важных факторов в таких вещах, как сдача норм ГТО. И наши профессиональные спортсмены, тем более наши красивые игровые команды, женские команды, они должны стать примером для всех, чтобы они могли посмотреть, что можно прийти и сдать, что это весело, красиво, интересно и выполнимо для любой возрастной группы. Волейболистки уверенно подтвердили свой спортивный статус. Девушки прошли шесть испытаний. Бегали, прыгали в длину, отжимались, делали наклоны стоя на скамье, поднимали туловище из положения лежа на спине. Практически все попытки выполнялись на золотой знак. Прыжок в длину 250 сантиметров, пресс 52 раза в минуту. В волейболе мы прыгаем высоко, прыгаем далеко. Это очень важно, очень нужно, очень помогает, потому что и на блок надо добежать, и прыгнуть для атаки высоко, чтобы ударить поверх рук. А мышцы пресса, косые помогают на блоке, быстрее переносить руки, быстрее разворачиваться в полете. В итоге результаты спортсменок даже превзошли ожидания. Прыжок с места на 2,57 девочек. Это в гроссмейстерске даже для мужчин. Поэтому, конечно, бег 4,4 на 30 метров. Это челночный бег 6,9. То есть это практически нормативы, так скажем, мальчиков на золотые знаки отличия, которые давали им дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Сегодня ряд девушек показали вот такие нормативы. Но это говорит о том, что, конечно, большинство из них действительно готовы физически очень хорошо. Тренировочные сборы начнутся в июле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова